Здравствуйте! Вы смотрите новости Кыргызстана в студии с обзором событий Аркинолымбеков и сегодня в выпуске. Не убежал, спокойно уехал. В парламенте пытались выяснить, каким образом из тюрьмы строгого режима безнаказанно смог выйти известный вор в законе Азиз Батукаев. Рейдерство или нет? Бывшие акционеры Банка Кыргызстан заявляют, что экс-премьер-министр захватил Банк силой. Их оппоненты говорят о том, что сделка была честной. Отряд ПАП особого назначения. Женские неформальные объединения нашли новую форму борьбы за свои интересы. Теперь они поджигают милиционеров. Парламент озаботился освобождением известного в стране вора в законе Азиза Батукаева. Депутаты на очередном пленарном заседании подняли вопросы о целесообразности такого поступка служителей Фемиды. Впрочем, народные избранники пригласили в зал заседания также руководителей всех силовых ведомств, генпрокурора, а также руководство Минздрава. Медики депутатам рассказали, как диагностировали у Батукаева цирроз печени и рак крови в тяжелой форме, на основе чего суд и решил отпустить авторитета на волю. Хотя ему оставалось сидеть еще 9 лет. 9 апреля, то есть в тот же день, как суд разрешил выпустить его, он получил паспорт и улетел на чартерном рейсе в столицу Чечни. Депутаты парламента Кыргызстана теперь не могут понять, как вопрос о столь значительной фигуре в криминальном мире решился незаметно ото всех и так быстро. У председателя погранслужбы они интересовались, почему пропустили Батукаева через границу. Погранслужба ответила, что поводов для задержания не было. Ведь на руках у Азиза Батукаева было постановление суда о его освобождении. Генпрокурор Аиды Солянова также подтвердила, что покинул Кыргызстан вор в законе абсолютно законно. Напомним, что Азиза Батукаева подозревали в причастности к убийству депутата парламента Тынчитыкбека Акмадбаева в 2005 году, родного брата криминального авторитета Распека Акмадбаева. Депутат, являясь председателем комитета по правоохранительным органам, в 2005 году прибыл в колонию, где сидел Батукаев якобы с проверкой и вместе со своими двумя помощниками был убит приближенным вора в законе. В 2006 году Батукаева осудили, но не за убийство, а за хранение оружия и наркотиков. Ему дали 16 лет. Наши силовые органы куда смотрят? В один день вор в законе освобождается и улетает из страны с готовым паспортом. Вы же подставляете своей работой президента. По-моему, вам лучше взять и уйти в отставку. По-хорошему взять и уйти. После оглашения решения суда Батукаев был освобожден из зала суда. Отмечу, что решение суда вынесено на основании медицинского заключения. Азиз Батукаев обследовался. Ранее он жаловался на ухудшение самочувствия. У криминального авторитета выявили букет заболеваний, поэтому было решено освободить его досрочно. Дэйн Маслячук. По словам бывших акционеров, прессинг шел даже ночами. Звонили, угрожали и в итоге собрали их тоже ночью в банке. И буквально чуть ли не под дулом пистолета заставили их подписать документы. Сам Бабанов уверяет ничего подобного. Мол, банк был на грани банкротства и акции свои люди сами его умоляли купить. Отметим, речь идет о банке Кыргызстан, который в советское время был государственным сберегательным. Потом его приватизировали. А в 2008 году владельцем контрольного пакета акций стал господин Бабанов. В данном случае формально мы продали, мы поставили подпись. Но что стоит за нашей добровольностью, это большой вопрос. Позвонили и сказали, у вас есть сын, он ездит на машине, часто бывают аварии. Вы подумали бы об этом? Вот после этого, это что за намек, да? После этого любая женщина скажет, придет и скажет, да пусть заберут бесплатно. Вообще мне ничего не нужно. Ну это же ложь. Мы их купили. И тем более они сами и предложили. Чем ужаснее ложь, тем легче в нее вериться. И я не знаю, и не могу понять, чем руководствуются вот данные акционеры или представители акционеров, когда говорят такое на люди. Так называемый отряд Баба подсобного назначения выбрал новый метод работы. Вместо митингов, акций и протеста неформальные женские группы решили заняться другим и тоже уголовно преследуемым делом. Незаконно проникать в дома законопослушных граждан. Социологи считают, что понятие ОБОН можно искоренить, но властям и гражданскому сектору заявляют эксперты, нужно не просто прописывать на бумаге схему действий, а заниматься непосредственно работой с населением. Когда братья Шинкуловы вернулись в свой дом на окраине Бишкека, они не поверили своим глазам. Около 20 неизвестных женщин хозяйничали в доме. На вопрос, кто они такие и зачем проникли на частную территорию, они услышали ответ, что эта недвижимость раньше принадлежала им. Но якобы обманным путем ее перепродали мошенники. И вот теперь женщины намерены были сделать из жилого дома своеобразный офис, в который могли бы обращаться все желающие, пострадавшие от кредиторов. Приехали какие-то, а человек 20-25 в количестве, 20-25 человек, женщины, и взломали ворота и зашли во двор. Мы спросили, в чем дело. Они говорят, мол, этот дом наш, мы здесь делаем штаб, и, мол, освободите наше жилье. А мы же покупали совсем у другого человека, мы этих людей вообще не знаем. Неправительственная организация «Центр помощи женщинам» существует в Кыргызстане с 1996 года. Ее сотрудники занимаются продвижением гендерного равенства. Представители НПО провели анализ нелегитимной деятельности групп ОБОН. Они выяснили, что так называемые «проплаченные пикетчицы» начали активно участвовать на митингах и других акциях протеста с 2005 года. Сумма дневного заработка колебалась от 5 до 25 долларов, в зависимости от роли участниц. Некоторые их действия, конечно, противозаконные, однако сотрудники правопорядка не принимают никаких мер. Почему это происходит, рассказала специалист по мониторингу Центра помощи женщинам Римма Султанова. Согласно законодательству, каждое нарушение имеет уголовное наказание или административное наказание. Население, к сожалению, не информировано о правах и обязанностях своих, и это приводит к подобным случаям. И второе, конечно же, необходимо сослаться на реализацию механизмов законов, которые у нас есть, чтобы наши законы не носили декларативный характер, а вступили в полную его силу. То есть законы и основания есть, а вот решимости в рамках закона у силовиков нет. Хотя в случае с семьей Ишинкуловых вопрос был решен быстро. Сотрудники прокуратуры и милиции завели уголовное дело в отношении женщин, самовольно захвативших чужое жилье, семерых из которых доставили в РУВД. Сейчас дело передано в следственные органы, после чего суд решит, понесут ли они наказание за данное преступление или нет. Эксперты считают, что основной причиной возникновения и спроса на так называемые отряды ОБОН послужила безработица в стране. Если всех тех, кто возле Дома правительства или парламента регулярно требует принять какие-либо решения обеспечить достойной работой, то явление отряд БАП особого назначения в Кыргызстане исчезнет. Ринат Шамсудинов, Айбек Кулчуманов, Бишкек, Кыргызстан. Вопрос, что подарить. Обычно советуют книга, это самый лучший подарок. При этом не принято задавать этот вопрос, кому ты хочешь сделать презент. А в Кыргызстане есть такие организации, которые хотят на свой профессиональный праздник только одного, чтобы им подарили книги. Речь идет о сельских библиотеках. Странно подумают многие, зачем дарить то, чего у них и так много. Так вот, увы, совсем немного. В республике более тысячи библиотек, 928 из них в селах и деревнях. Их книжный фонд катастрофически и безнадежно устаревает. Это обновляется всего лишь на 5 новых книг в год, если повезет максимум на 15. Что и говорить, уже два десятка лет как государство забыло, что такое комплектование фондов массовых библиотек. Не было и нет такой статьи в расходах у правительства. Помочь исправить ситуацию вызвался один из университетов Кыргызстана, точнее, Американский университет в Центральной Азии. Он, конечно, не собирается тратить свои средства для покупки книг, но бросает клич, что называется, скинуться кто сколько может. Только не деньгами, а книгами. Говорят, уже пробовали и очень успешно. В конце прошлого года провели акцию и собрали более полутора тысяч книг для библиотек Чуйской области. А почему бы теперь не собрать для всех библиотек республики, подумали они и вновь иницируют акцию «Подари книгу сельской библиотеке». Стартует она 12 апреля и завершается 12 мая. Кстати, дарить можно любую книгу и дарителем может выступить любой желающий, простой гражданин или какая-нибудь организация. Главное, говорят, чтобы дарили от души. Когда мы провели эту акцию, очень хороший такой положительный резонанс получили и отклик от бишкекчан. Стали поступать все телефонные звонки, приходили в библиотеку жители Бишкека и спрашивали, а будет ли продолжение данной акции. И мы, конечно, сказали, да, это здорово, и мы продолжим это, но только теперь уже на общереспубликанском уровне. На этом все. Мы следим за поступающей информацией. Будьте в курсе и до свидания.